Здравствуйте, участники международного конкурса Golden Time Germany. Вас оценивает член жюри Велина Дилейн. У меня есть мировой рекорд Гиннесона за самый высокий концерт на рояле в мире. В сентябре 2018 года я сыграла на высоте 5000 метров в Гималаях. Это было сделано для благотворительности, в пользу больных муковисцидозом. И моя личная цель была поднять уровень музыкального образования в мире и поднять уровень восприятия музыки в мире. Я хочу вам сказать несколько слов по поводу ваших выступлений. Мне все очень понравилось. Я просто приятно удивлена уровнем всех участников. И счастье назову понравившиеся мне лично участников, которых я отобрала. Матюшенко Максим. Прекрасный выбор пьесы. Мне очень понравился зимний вальс. Экспертивный маленький пианист. Но почему не настроен рояль? Было очень много участников, которые прекрасно играли, но инструменты были не настроены. У Максима хорошая постановка руки, рессора, арка. Браво учителю. Отличное разделение мелодии, аккомпанементы, понимание музыкального материала. Его гайдинг был абсолютно прекрасный, классический. Виколепно владение левой рукой. Вижу отличное будущее у этого артиста. Молодец. Максим Матюшенко. Следующий участник. Это участница. Ева Борисова. Ева владеет структурой произведения очень хорошо. Отличная динамика, гогика, аккуратность исполнения. В то же время экскурсивность. Мне очень понравился выбор произведения. У Евы есть понимание полифонии, стиля, прекрасная девочка. Обе пьесы мне понравились. Еле, наверное, понравилось больше всего «Здравствуй, лето», потому что исполнялась душой. Ангелина. Сыграла Чайковского очень мило. Немного убавить аккомпанемент. Шумом получился отлично. Есть хорошая техника, прекрасная постановка руки, понимание материала. Опять же, инструмент надо настроить. Мне очень понравилась динамика Ангелины, характер частей и артикуляция. Мария Калиниченко. Готовая артистка. Прекрасные двойные ноты, экспрессивное исполнение, уверенность в себе. Для ее возраста очень трудный материал, но она справилась без проблем и с опломбом. Очень взрослое исполнение. Я получила на свое удовольствие. Прекрасная мелкая техника, но есть гравитация в октавах. Владение текстурой рояля у девочки я вижу большое будущее. Видно, что ребенок много занимается и главное с энтузиазмом. Поздравляю преподавателя и родителей. Коваленко Юлия. Я заметила, что тот же рояль, что и у Максима. Возможно, тот же преподаватель. Тогда браво. Видна работа мастера, имея виду преподавателя. Отличные руки, активные пальцы, понимание мелодии аккомпанемента, понимание полифонии, экспрессивность, полное владение огоньки, какая-то стопроцентная отдача. Отличный подбор материала. Обе пьесы максимально соответствуют темпераменту и техническим возможностям Юлии. Ремар Андрей. Ему отлично подходят пьесы. Хотелось бы немножко больше выделить мелодии по сравнению с аккомпанементом. Больше текстуры. У него есть хорошее владение инструментом, активные пальцы, профессиональные октавы. Наверное, уже пошел в училище. Приятно посмотреть на руки, но хочется больше экспрессивности в теле. Хотелось бы подать материал более артистично, визуально, потому что пьеса сама очень визуальная. Хочется немножко больше лукавства в позе. Андрей, не стесняйся. Выражай себя не только пальцами, но и руками, и лицом. Ключников Лавик. С первых же нот виден и слышен артист, хотя прицепенно совсем расстроена. Вижу большое будущее у мальчика. Проведение полифонически всем в обеих руках отличное. Прекрасное разделение мелодии и аккомпанементы. Полное обладение пьесой. Хочу еще больше услышать этого мальчика в разных стилях. Например, хочу послушать, как ты, Владик, играешь Баха. Молодец, Владислав, и спасибо преподавателю. Если будет у тебя Моцарт или Бах, высылай, пожалуйста. Хочу классики от тебя больше. Дуэт Тадеуши взрослый и полностью профессиональный. Прекрасный подбор произведения. Я очень люблю Сен-Санс. Кроме похвалы ничего не могу сказать. Очень высокий уровень. Вообще уровень всех участников высочайший. Видно, что все много занимаются. Видно, что все работают с душой. И я надеюсь, если вы будете продолжать, когда-нибудь вы мне пришлете свой рекорд Гиннеса или, не знаю, победы в конкурсе Чайковского. Я сама родилась на Украине, в маленьком городке Желтые воды. И, как вы видите, теперь живу в Лондоне. На моем 92-летнем Блюднере написано мое имя, настоящим золотом. Я провожу здесь мастер-классы, салоны. Я играю джаз не меньше, чем классику, хотя у меня есть классическое образование. На следующей неделе я проведу несколько классов в Одессе. Так что, если вы находите в Одессе или в Одесской области, или в других местах Украины, если вы хотите приехать, можете со мной связаться. Успехов вам на нелегком поприще артистизма. И главное, на что я хочу обратить ваше внимание, мы, в первую очередь, артисты. Поэтому на сцене улыбайтесь, получайте удовольствие, отдавайте свою душу и делитесь щедро своими эмоциями, так же, как и своей техникой, так же, как и своим владением материалом. Спасибо. До скорых встреч. Ваше видное название. Спасибо.